Нам 5 лет за дня рождения Владимира Клавдивича в этом году мы готовимся отметить и по решению губернатора этот год объявлен в Приморье годом Арсеньева. Так что этот проект со всех сторон хорош, прекрасен и очень своевременно для друзей. Фотопроект посвящен особо охраняемым природным территориям Дальнего Востока. В 1916 году Владимир Клавдивич Арсеньев выступал инициатором их образования, а через год, ровно 100 лет назад, был создан первый заповедник федерального уровня. Здесь собраны фотографии научных сотрудников, экопросвященцев, просто натуралистов, людей, которые любят природу, выезжают туда, фотографируют. На сегодняшний день в России насчитывают более 12 тысяч природоохранных зон. В Приморском крае таких объектов 223. Среди них 6 заповедников – Кедровая Пать, Дальневосточный Морской, Лозовский, Сихотеолинский, Уссурийский и Ханкайский. Кроме того, 4 национальных парка, 9 региональных заказников и сотни памятников природы. Василий Солкин покоряет тайгу с объективом уже 20 лет. Он снимает фильмы про дикую природу, а иногда фотографирует на его памяти 11 встреч с тигром, в том числе и в 30 метрах от себя. Для кого из них такое свидание было более неожиданным, можно только догадываться. Это он не зевает и не улыбается. Это специальное выражение лица самца тигра, когда он чувствует запах самки, готовой к спариванию. Если говорить о съемке крупных хищников в дикой природе, то на самом деле это страшно. И тот, кто будет вам говорить, что он не испытывает страха, он или дурак, или врет. Или в тайге на самом деле не бывал. На выставке представлены 92 фотографии из 23 природоохранных территорий Амурского эко-региона. Подобные проекты также были запущены в Чите, Хабаровске, Биробиджане и других городах Дальнего Востока. Это действительно очень важная вещь, показать людям, насколько ценно природное наследие, которым владеет наша страна, которое является нашим богатством, которое является, можно сказать, основой для экологической цивилизации. Одно из недавних значимых событий для Дальневосточного региона – создание национального парка «Бикин» в ноябре 2015-го. Прошлой осенью Александр Хитров со своим коллегой стали первыми журналистами, побывавшими на этой территории в качестве исследователей. 11 дней они сплавлялись на удыгейской лодке «Бат», общались с местным населением и узнавали, кого и чем кормит могучая река «Бикин». Наша миссия была, собственно говоря, предоставить людям и фотографии, и видеоматериалы, рассказать, что это такое. Если, допустим, я как обычный житель, если мне скажут, что где-то там открылся нового заповедника, я говорю, ну ладно, круто, а когда ты видишь то, что там есть, то сразу меняется отношение. На год экологии у представителей нацпарков и фондов дикой природы большие планы. Но, как правило, работа на природоохранных территориях скрыта от посторонних глаз. Тем не менее, увидеть то, за чем так пристально следят, возможно. Выставка «Заповедная жерелья Амура» в музее Арсеньева открыта для всех. Валерий Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.